Книга пророка Исаии, 6 глава с 1 стиха, 6, 1, 3. Здесь говорится о том, что видение Исаии в храме, горящий уголь с алтаря, вы помните, он говорил, горе мне, я погиб, человек с нечистыми устами, и затем он был очищен, и потом Господь говорил, кого мне послать и кто пойдет для меня, и он сказал, вот я, пошли меня. Друзья, обратите внимание на первые три стиха, где вокруг него стояли Серафимы, это был Гос, Господь, вокруг него стояли. И знаете, читая Слово Божие, всегда у проповедника есть, он рассматривает стих, уже много раз проповедано, и мы много раз слышали на это место, но он старается посмотреть еще с той стороны, с той. Вы знаете, один проповедник сказал, что в Библии очень много слов, много стихов, но каждый стих ведет до Господа, слава Богу, потому что это Библия, Слово Божие. Поэтому и так проповедано, и читая сегодня Слово Божие, обращаешь еще так внимание, еще, если мы хотим ходить пред Богом свято, давайте посмотрим, например, вот другого мира, там, что происходит в Вышине. И, кстати, если я вас спрошу, вы знаете, что сейчас происходит на небе? Сейчас там без остановки происходит свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы. Там серафимы, вы знаете, там постоянно звучит, не переставая, свят Господь Саваоф, слава Богу, не перестается. Вокруг него стояли серафимы. Вы знаете, вот даже вот это место, уже тема, вокруг него стояли серафимы. Серафимы вокруг, а среди он. Знаете, он сказал, где двое или трое, там я что? Посреди вас. Даже там серафимы стоят, вокруг него, второй стих, вокруг него стояли серафимы, а посреди Господь, слава Иисусу. Значит, обратите внимание на тот мир, который там. Исаии было позволено видеть, что происходит при трону Божьем. Ему было это позволено, и он смотрел. Исаия наблюдал за серафимами. За серафимами наблюдается. И думается мне, и вы, наверное, согласны, что ничего нечистого у них нет. Нет. Ничего нечистого у серафимов нет, иначе не позволено было бы им быть пред Богом. Но они были пред Богом. И там вот эти крылья, которые о шести, о трех парах крыл, они что-то означают. И так тоже размышляешь и думаешь. Что они символически означают, эти крылья? Читаем, что два крыла закрывали лицо. Это говорит о скромности. Если мы хотим ходить свято пред Богом, мы должны быть скромными. Первые два крыла закрывают лицо. Двумя другими закрывали ноги. Это говорит о чистоте хождения пред Господом. И третья пара крыл, чтобы летать, говорит о служении Господу. Первая пара крыл, что закрывало лицо, говорит о скромности. О скромности говорит. И они видели, Серафимы, что молодой Исаия, в то время, я так думаю, молодой пророк Исаия наблюдает за ними. И они не хотели отвлекать пророка от центральной части видения. Некоторые скажут, что они закрывали лицо, потому что, вы знаете, величие славы, свет, вот это все. Да, да, я согласен. Есть такое толкование, возможно, согласны, что величие Божьей славы и невозможно смотреть на Господа. Но я хочу сказать, что они видели лицо Господа. Они видят его. И Слово Божие говорит Матфея, братья, откройте, Матфея, 18 глава, 10 стих. Матфея, 18, 10. Там написано, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. То есть ангелам позволено видеть лицо. Это Моисею даже не позволено было видеть. Вы помните? Никому из человеков. Но ангелы видят, закрывают лицо свое, я так размышлял, можно посмотреть, из-за скромности. Одна из характеров для верующего человека должна быть скромность. И не отвлекать от центрального видения, что часть центрального, там происходит, это сам Господь Бог. Он в центре есть. И серафимы хотели, чтобы Исайя сосредоточился на этом. Вы знаете, такой вот ход мыслей. Говорит это об умилении и о скромности. Они хотели полностью подчиниться Богу. И Христос есть фокус всего. В нашей жизни Христос посредине. И в нашей жизни Он должен быть на самом первом месте. Смирение, умиление, вхождение пред Богом – это очень важно. Потому что слава, почет, все принадлежит Всевышнему. Все принадлежит Богу. Давайте помнить об этом. И Христос посреди. Нам нравится, когда мы читаем одно место об Иоанне Крестителе. Что Он делал, когда Иисус приблизился к нему? Знаете, Он бы сказал бы, или какой-нибудь служитель сказал бы, да вы знаете, кого я бы крестить сейчас буду? Или, да вы знаете, кого я крестил? А посмотрите, как Он закрывает лицо Свое, Иоанн Креститель. Вот Агнец Божий. Вот, 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 вот идет Агнец Божий. Я не достоин. Я не достоин. Люди, ну как бы посмотрите, вот Он идет. Который берет грехи всего мира. Вот Он центр всего есть. Вот Он есть центр. Слава Иисусу, друзья. И Он закрыл лицо Свое. Он показал на то. И Креститель так, Иоанн Креститель поступил. Сторону от себя. Иисус является центром. Сегодня, друзья, находящийся здесь. Иисус Христос является ли центром твоей жизни? И как ты в жизни поступаешь? И как ты говоришь? Это я спел. Это я стих рассказал. Это я. Как-то мы проводим с крещаемыми занятия перед крещением. И братья поручили о посте. Те говорят, я говорил, я говорю, братья и сестры, молодые. Пост. Когда вы будете брать пост, чтобы смирить себя. И пост должен быть угодный Господу. Не во славу. Например, некоторый человек может брать пост, чтобы спеть лучше, чем на перле на спела. Я хочу пост взять для того, чтобы лучше сказать, чем на пьет там Константин. Или Николай. Или Леонид. Вы знаете? И такой пост. Никогда не берите такой пост. Пост должен быть угоден Господу. Вся слава должна принадлежать Богу Всевышнему. Слава Ему. Я уже раз напоминал, и вы знаете, когда человек освободил Господь от плохих привычек. От плохих привычек. От чего плохого. Пришел на работу человек. И люди смотрят, говорят, какая сила воли большая у человека. Он их взял. Плохая привычка была. Куриво, табак бросил, алкоголь все забросил. Как он так может? Ох, сильный какой человек. А человек христиан молчит. А ты закрой лицо свое. Скажи, это не я. Я пытался уже. Я пыталась. У меня ничего не получилось. Это он. Вот Агнес. Который берет на себя грехи всего мира. Скажи, на работе, Лидия. Скажи, это Иисус мне сделал. И вся слава будет Ему. Слава Господу. И вся слава будет Ему. Он центр жизни. Давайте так жить, чтобы центром нашей жизни был прославляемый Господь. Иначе никак. Иначе никак. Закрыли лицо свое. Да, одна из версий. Да, правильно, я согласен. Может быть, величие. Да, я согласен. Но из-за скромности. Скромность. Что такое скромность? Скромность держать себя в рамках. Быть умеренным. Сдержанным. Спокойным. Это черта характера человека. Не стремлением первенствовать. Показывать себя. Не показать себя. Показать. Это Он для меня сделал много. Я ничего не стою. А что бы я мог? А что я есть? Друзья, это Он. Показал сторону от себя. Будем скромны. Гордость плохо. Гордость. Гордость. Бог противится. А смиренным дает благодать. Хочешь ходить пред Богом? Научись спрятать лицо свое. И не говорите это «я». Я ничто. Господь превыше всех имен. Слава Ему. Другой парой крыл закрывал ноги. Это говорит символически означает чистоту хождения пред Богом в святости. В Библии нечистые ноги указывают о неаккуратном, безобразном хождении пред Богом. В Исаии 11 глава Бог говорит, чтобы мы не касались ничего нечистого. Давайте еще почитаем исход 28 глава. Мы говорим о том, что другой парой крыл, он закрывает ноги, Серафим. Исход 28 глава 42-43. «И сделаем нижнее платье леное для прикрытия телесной ноготы от чресел до голени. И добудут они на ароне и на стенах его, когда будут входить в скинье собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Вот такое место написано. Здесь написано о порядке одежды. Здесь мелкая деталь. Вот мелкая деталь, но важна пред Богом она. Одежда, например, священника. Мы читаем, что Самуил, когда еще малый был, но он уже был в храме, и ему мать приносила ефод, специальная одежда, правда же? Вот священник носит определенную одежду. Одежда определенная у священника, прекрасная верхняя одежда. Это прекрасный ефод или еще. Но он должен носить и нижнее платье, льяное. Он должен одеть. И вот первый раз я в Библии нашел место, если не оденешь, умрешь. Нигде больше не написано. Если ты не оденешься, ты умрешь. И Господь объясняет, почему. Нагота не должна быть видимой. Если кто не оденет нижнее платье, тот умрет. Для нас это ясно, что означает святую жизнь. Сегодня молодежь. В Калифорнии жарко. Многие стараются раздеться. И уже не молодежь, а другой смотришь, что же и постарше. Не оголяйтесь. Хотя и жарко. Наготу Бог не благословляет. Не оденешь, умрешь. Да ничего, что ты, Николай, так серьезно, что ли? Вы почитайте Слово Божие. Так это же к тем было там относилось. К нам это относится, к христианам. Так же самое. Ты должен одеть нижнее платье. Закрывали ноги свои серафимы. Это чистая и святая жизнь. Если священник не одел, ну забыл, например, да, нижнее платье. Ну, священники, ладно, вы знаете, там было до голени, это же, знаете, голень, это же низко, да? Не надел нижнее платье, то знает только он и Бог знает. Мы себе сказали про Калифорнию, то многие замечают и смотрят, что не одел, правда же, да? А священник себе не одел, то никто не видит, что он не одел. У него верхнее все покрывает. Но Бог сказал, чтобы он одел. Это наша совесть, это внутренний человек. Тот, который я хожу на работу, где иду, я взял его и не одел внутреннюю свою. Знаете, это страх не делать ложь, это страх обманывать. Вот это нижнее платье я не одел. Верхнее красиво, все говорю, проповедую, все правильно. И все видят и знают, да он нормально, все, хорошее. А нижнее платье не одел я, льяное. Знает только Господь и я. Только Бог и я знает это. Только Господь знает и ты знаешь это. Никто не может сказать, одел ты или нет. Ходить при Богом в чистоте. А Слово Божье говорит, много вещей, которые не делай, это не делай. Одень свое нижнее платье, и она будет тебе преградой. Сделай, как тебе Господь сказал. Будь честен, не лги, не прелюбодействуй, покайся. Грек даже не должен именоваться в нашей жизни. Ты ходишь перед Богом, и я вместе с тобой. Слава Святому Богу! Хождение перед Богом. Носить нижнее платье. Ибо день придет, и будет все видно. И будет все видно. Каждый день мы делаем выбор, одевать или не одевать. И мы решение принимаем. Господи, помоги нам, одеть нам нижнее платье, которое наша совесть. Она подсказывает нам. И третья пара крыл, которых мы прочитали здесь, серафимы, это летали. Третья пара крыл, они летали и служили Богу. В Откровении, когда мы читаем, там говорится, они не останавливаются день и ночь, они пред Богом. Они служат. Все дышащее дохвалит Господа, дославит Господа. Они летают пред Господом. Кто-то скажет, так или так, а я сегодня хотел бы спросить вас, а почему они поют, например, не «Мир, мир» или, например, «Любовь, любовь»? Вот эти серафимы, которые летают там. Вы знаете почему? Потому что земля вся, и весь мир, он наполнен славой Господу. Вы посмотрите на природу. Вы посмотрите вокруг. Все дышащее дославит Господа. Аллилуйя, слава Богу! Серафимы летают и говорят, «Свят, свят Господь Саваоф!» Я бы сказал, нам бы лучше, если бы они пели «Любовь, любовь, мир, мир», чего нам не хватает в жизни. А Богу они поют «Свят», потому что действительно Он свят. И сегодня брат говорил об этой одежде. Были позвенные, он пришел не в той одежде на брачный пир. Друг сегодня сидящий здесь. Если у тебя не одета одежда, нижнее платье, или ты не в брачной одежде, бойся сегодня я вместе с тобой, чтобы Господь не покарал. Куда ты направляешься? Куда ты идешь? Выбросьте его во тьму внешнюю. Пусть Господь благословит нас. Мы сегодня взяли пример из того мира. Первыми крыльями он закрывает лицо серафим. Вы знаете, я думаю, это серафим – высший ангельский чин. Это наиболее приближенный Богу. Ему было позволено там быть. И он мог видеть лицо Божье. Он закрывает из-за скромности. Будем мы скромны в жизни. Вторая пара крыл – это закрывало ноги, говорит о чистоте хождения пред Богом. И еще третья пара крыл – она говорит о нашем суждении Господу. Мы сейчас помолимся пред Богом. Вот такая пища сегодня была, размышлял на работе, читая Слово Божие. И посмотрел, думаю, если мы на себя перенесем вот эти примеры того мира и будем выполнять так, и Божье благословение будет с нами, пусть Господь нас благословит. Эти серафимы пред Богом говорят, свят, свят Господь Бог Савову. Слава Богу! Давайте сколим колени и помолимся, поблагодарим Его за все. Аминь! Слава Богу! Продолжение следует...